Девушки отдыхают Это стадион Лужники, на стадион Сан-Сиро, где будут играть одни из самых топовых. Просто самые топовые итальянские клубы. Да, команды итальянской серии. Это Милан против Лацио. Центральный матч очередного турочемпионата Италии. Итак, Саш, давай перейдем к букмекерам. Что, букмекеры считают, что этот матч может завершиться с любым абсолютно исходом, потому что ставка на победу Милана примерно 2,5. 1xbet дает 2,52, это самое большое. А на победу Лацио 2,99 на ничью. Соответственно, самый высокий коэффициент тут больше трех. Но в целом можно сказать, что это игра на три исхода. Также все букмекеры считают, что этот матч должен завершиться с более чем тремя забитыми мячами. Три и более, потому что на тотал 2,5 больше, коэффициент 1,7 и может быть чуть выше. Ну, знаешь, я не доверяю тем букмекерам, которые ставят слишком низкий коэффициент в сторону Милана, потому что Милан не сможет реально победить в этом матче. Ты так считаешь? Вот сколько бы я ни сидел в футболке Милана, я не думаю, что они реально смогут победить, зная то, что у этой команды очень большие проблемы, с которыми мы надеемся, что Милан справится. Потому что надоело смотреть на Милан в середине турнирной таблицы. Но посмотрим, может, в ЛЧ все-таки попадут, выиграв Лигу Европы. Ну, а почему бы и нет? Мне кажется, что этот матч должен завершаться в ничью. А это самая сочная ставочка. Ну и давай посмотрим, как завершится этот матч. Мне кажется, здесь тоже будет ничейка. Да, но я предлагаю сначала еще посмотреть, что предлагает Уильям Хилл по коэффициентам. Именно 2.30 в пользу Милана, 2.70 в пользу Лацу и 3.40 на ничью. А по мячам они вообще ничего не дают. Но смотри, 3.40 на ничью – это достаточно сочно. Вполне, почему бы и нет? Если матч завершится 1-1 и 2-2, даже этот я буду достаточно удовлетворен и, наверное, даже закину ставочку на ничейный исход. Погнали! Погнали! Итак, очередной тур итальянской серии Милан-Лацу. Вперед! Форму я возьму стандартную, не зря я в ней сижу, сижу. Правда, эмблема у меня немножко другая. Но у тебя прошлогодняя или позапрошлогодняя? Позапрошлогодняя, 14-15. Я выберу вот эту форму, потому что она немножечко подходит под мой шарфик. Я его выбирал под цвета Лацу, хотя это шарфик Елацу. Что ж, по составу, так, в принципе, я думаю, лучше все-таки поменять на атакующие. Это моя самая любимая схема. 4-3-3-3 атаку. Где она тут? Где? Вот атакующая. Ах, что я делаю. И я думаю, что можно сначала выпустить Чалхана Глу вместо Кисье, а потом поменять их местами. А вот, кстати, нормальный вратарь подъехал в Лацу, почему бы и нет. Маркетти? Ну, это, в принципе, нормально. Это лучше, чем... Но для уверенности я этого человека хочу перенести вообще сюда. Это Рикардо Монтариво, человек, которого давным-давно пора гнать из большого футбола. Итак, стадион Сан-Сиро. Джузеппо Мьяцца. Сан-Сиро. Джузеппо Мьяцца. Мне почему-то он не хочет делать... О, почему все в нападении? Атаку я хочу. Я хочу просто атаку. Знаете, дорогие друзья, если вы захотите разозлить болельщика Милана, достаточно просто назвать Сан-Сиро стадионом Джузеппо Мьяцца. Да, но люди, которые знают историю, они прекрасно знают, почему этот стадион называется именно так. Все потому, что Джузеппо Мьяцца успел поиграть и за ту, и за другую команду. И почему-то ставит пенальти. А я не знаю почему, но я сейчас забью, походу. Давай со стрелочкой. Да. Пенальти в этой игре самые ужасные. Чиро и Мобили сбивают на пятой минуте первый гол. Ну, я не понимаю, за что там было пенальти. Я тоже. Там, скорее всего, была рука. Ну что, это не фол, что ли? Что-то я вообще не понимаю, что с судьей сегодня творится. Ну, там фол был как бы. Добил бы вратарем, нормально был бы. Ах! Тащит стенкой этот удар. Ну. И Мобили в подкате стелится. Вот такие вот вещи. Не хотите ли? Нет, не хотите ли. Отдаем на Сусу, на человека, который подает большие надежды в Милане. И подает мяч, наверное, да? Не подает, а забивать должен был. Как думаешь, Рома, какие перспективы у старшего Донорума? Протирать стулья. Скамейку клуба? Что? 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 Погодите-ка. Ну, как... Блин. Я вам руки поотрываю. Вы что творите, демоны? Я не знаю, зачем они это делают, Рома. Но они это делают. Вот, вот, вот. Это как? Я не знаю, что это было, но... Господи, боже мой. Ну, смотри. Это лучший гол с пенальти, который я когда-либо забивал. Серьезно. Давай просто не будем играть в футбол, а искать судейские косяки. Хотя, по-хорошему, там оба пенальти были очевидные. У тебя просто два волейболиста встретились в штрафной своей. Вот, здесь он ладно. Да, сейчас опять на руках. Ладно, здесь он просвистел. Родригес. Удар по воротам! И по Воробьям. Почему он еще не играет за сборной России? Сергей Александрович Донорумов. 3-0. Доставай. Это луч. Это Лолич. Слава богу, наш матч не видит Тициану Крудели. Я думаю, он бы очень сильно матерился на итальянском. Это гол! Это гол! Это гол! Гол, 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 гол! Я даже порадую. Сусо, сусо, сусо! Он так говорит? Да. Он примерно так говорит. Я думаю, он кричит гораздо грустнее. Гол, 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 гол! Гол, 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 гол! Мяу, 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 мяу! Бел, 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 бел! Нет, 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 не надо так. Не надо печали. Что? И вот этот человек должен заменить Криштиану Роналду в сборной Португалии? Вы что, прикалываетесь, а? Да. Ну что, вот так вот? Пришли китайцы и сделали так, что матч у нас закончится со счетом 1-3 в пользу Лацо. Но давайте будем делать поправку То, что таких пенальти не будет Потому что игроки настоящий футбол Не настолько тупы, как игроки Модельки именно FIFA И они не будут вот так руками размахивать И мячик, давайте ему там Но в целом исход матча 3-1 достаточно Близок к реальной жизни, потому что Я считаю, что Лацио в этой игре Будет близко к ничей Но, наверное, в концовке дожмет И победит, ну, со счетом 2-1, скорее Ну да, посмотрим Наш прогноз такой, что матч Закончится победой Лацио, какой счет мы говорить не будем Но победа Лацио К сожалению, в это я тоже верю Хоть я и являюсь Ярым фанатом Милана Я лично надеюсь на ничью Но все-таки, как показал Наш матч, скорее всего будет Счет 2-1, 3-1 И ребята, те, которые играют В футбол, никогда не стойте на воротах Когда вам бьют пенальти так, как стоял Донорума Это просто кошмар, остановиться посреди Вот Удара И потом обратно прыгнуть В сторону мяча Это был матч Милан-Лацио На стадионе Сан-Сиру Счет 1-3 В пользу Лацио Роман Полинсков Александр Дегтярев Для вас этот матч сегодня Играли и анализировали Пишите в комментариях Какой матч вы хотите еще посмотреть Чтобы мы его проанализировали Всем футбол, дорогие друзья Еще увидимся Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok